Документалисты и правозащитники под маркой одного путешествующего фестиваля. В Харькове стартовал 12-й Доку Дэйс Юа – международный фестиваль документального кино о правах человека. В этом году в конкурсной программе 27 фильмов. География весьма пестрая. Киноработы представляют почти два десятка стран – от Соединенных Штатов до Киргизстана, от Швейцарии до Южной Африки. Эти фильмы очень условно можно разделить на какие-то сферы прав человека. Прежде всего в каждом из этих фильмов есть судьбы людей. То ли это разочарование человека в обстоятельствах, в которых он находится, то ли наоборот это его внутренние победы и возможность преодолеть эту ситуацию. Но так или иначе все эти фильмы интересны одним. Там есть люди, там есть история, там есть герои, а мы можем их сопереживать или прожить часть жизни вместе с ними. Фильмы, объединенные Докудей с Юаней, попадут и не приживутся на телевидении. Они не дают готовых рецептов. Над ними нужно размышлять, их стоит обсуждать, говорят организаторы. От Украины в 2015-м четыре картины. Любовь Дуракова вместе с подругой Алисой Коваленко около трех лет работала над сестрой Зо. Киноистории о кузине Алисы Ирине, бывшей профессиональной футболистке женской команды «Луганочка», которая вынуждена была уйти из порта и бороться за выживание. Сейчас у нас очень нелегкое время, и даже мы смотрим на свой фильм со временем, мы вообще понимаем, что у нас история о Донбассе, которого уже нет. Как можно говорить о женском футболе, о каких-то женщин, которые нам, оператор, мне вообще изменили наш мир восприятия. Сейчас, когда там война и все остальное, даже сейчас он может быть даже более актуальный, как мы можем посмотреть на Донбасс вне информационного поля, тот, который мы тогда увидели до войны. Это у нас такой шанс выпал и даже не верится. Докудейс-2015, который в Харькове начался в первую послевыборную неделю, открывает злободневный фильм «Козел за голос». Нидерландский режиссер, кенийские реалии и украинские параллели. Документальная трагикомедия показывает выборы в одной из средних школ этого восточно-африканского государства. Трое подростков соревнуются за должность президента школы. Пара конфет, порция мяса, приправленные обещаниями. Поддержка кенийского ученика обходится кандидатам не намного дороже, чем голос сговорчивого украинского избирателя. В этом году в Чугуеве цена на него была 300 гривен, говорит руководитель местной правозащитной группы Роман Лихачев. Возле избирательных участков дежурили около полусотни автомобилей со списками, где можно было обилетиться и получить вознаграждение. На это правоохранители не реагировали и на вызов ехали 2-3 часа, отмечает правозащитник. Продавая голос за 300 гривен, человек не понимает, что тем самым он на 5 лет обрекает себя на определенное рабство. Рабство тех, кому он продал свой голос. Поэтому я считаю, что нужно менять сознание людей, доводить то, чтобы люди не делали этого в дальнейшем. Фестиваль правдивого кино в Харькове продлится до пятницы. Все показы в кинотеатре 8,5. После этого Докудейс Юа отправится по другим населенным пунктам. Всего 200 точек на карте Украины. Показать правозащитную документалистику планируют также милиционерам, работникам исправительных учреждений, осужденным, военным и волонтерам. Алена Сорока, Владимир Борох, агентство телевидения новости.